Приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие хотят однокомнатную квартиру в Адлере. Притом хотят не однокомнатную, а именно евро-однушку, чтобы была кухня-гостиная и была спальня. Посмотрим сейчас такую квартиру, ребят, 46 квадратных метров с ремонтом. От до моря всего лишь 200 метров. Хорошая, достойная квартира. И давайте потихонечку знакомиться. Итак, входная группа. Вот здесь мы заходим. Здесь же мы видим с вами шкаф-купе. С этой стороны мы можем кого-то с вами разместить, потому что вперед у нас раскладывается. И в целом тоже довольно-таки неплохо. Здесь у нас еще один шкаф. И вот здесь вот такое сделано естественное освещение. Дальше мы с вами заходим, попадаем в санузел. Санузел тоже вполне даже достойный. Посмотрите, да, хорошо все сделано. Есть стиральная машинка, есть большой полноценный душ. На всякий случай водонагреватель, водонакопитель. Ну, все сделано очень даже хорошо. С правой стороны мы с вами попадаем в изолированную спальню. Спальня со своим окном. Тоже большой плюс, ребят. Видим, блин, офигенный вид на горы. Посмотрите, какой классный вид на горы, ребят. Офигенный вид. Офигенский. Здесь же у нас есть небольшая такая ниша, где вот обыграли столб. И здесь у нас вот все есть такое. Для тех людей, которые арендуют. Сразу говорит, квартира сдавалась в аренду. Везде в квартире теплые полы, водяные притом. И вот такая у нас кухня-гостиная. Кухня вполне даже достойная. Сзади у нас находится визуальный газовый котел. И телевизор. И здесь тоже, кстати, могут разместиться. В такой квартире при желании можно разместиться вот с этой стороны два человека. Вот с этой стороны может разместиться один человек, а при желании даже два. И вот с этой стороны тоже могут разместиться два человека. Такая квартира сдается в аренду. Она стоит от 5000 рублей в сутки до 1500 в зависимости от сезона. Конечно, что июль, август, сентябрь. Это у нас от 4000 до 5000 рублей за сутки. Потому что здесь можно спокойно разместить нормальную семью для отдыха. Больше, чем достаточно. И, соответственно, в межсезонье она сдается, конечно же, подешевле. Также это можно купить квартиру и уже, в принципе, здесь жить на ПМЖ. Я тоже считаю, что большой плюс. Если вдруг приехали гости, можете здесь их разместить. И, конечно же, смотрите, чистенькая, хорошенькая квартира. Лично она мне понравилась. Тут спросят, какая цена? Цена, ребята, здесь 200 тысяч рублей за квадратный метр. Вот с ремонтом, с техникой и с мебелью. Почему так дорого? Ну, потому что близко находится у нас море. Это раз. Во-вторых, потому что это Адлер. Это два. Адлер сам по себе дешевого не бывает. Стадус квартиры это три. И, конечно же, вид на горы потрясающий. Это четыре. И вот, например, вот рядышком есть такой домик, который вырос. Такой вот самострой. У него цена уже космическая, понимаете? Космическая цена. И здесь дешевого ничего не бывает. Это улица Станиславского. Находится прямо за рекой Музымто. И здесь априори дешево ничего не бывает. Высокие трехметровые потолки. Опять же, ремонт. Если, например, рядышком посмотреть конкурентов, это у нас Рич Хаус 3. Но там цена будет 200 тысяч. Это у нас, если тоже посмотреть, это у нас Соренто Парк, который находится в той стороне. Но там тоже за рядовые квартиры. Если берем высокий этаж, там тоже будет ценник уже за 90. И вот здесь самолеты тоже слышно. Но не так сильно, например, как где жилой комплекс Соренто Парк. Поэтому, ребята, смотрите сами. Решайте сами. Лично мне эта квартира понравилась. Мне нравится, как вся цена. Потому что все вы на Авито насмотрелись такие объявления, такие квартиры. Вы, наверное, думаете, что такую квартирку можно взять возле моря тысяч, ну, кто здесь не знает, тысяч миллионов за два. Миллионов за два. Вы именно такие у нас смотрите. Лид-магниты такие, да, как бы, так скажем, крючочек для лохов, так называемый. Так называют риэлтора сами, про своих клиентов. Поэтому сюда пригласили только меня, потому что они хотят, чтобы именно фотографиями этой квартиры порочили, получается, того же самого собственника. Сразу говорю, квартира деньги все равно приносит. Если, например, вы покупаете под сдачу, есть, в принципе, клиенты уже, которые уже забронировали, и можете получать доход. Представляете, да, какая классная картина. Офигенно, офигенно. Блин, нравится. Знаете, вот тот случай, когда ты заходишь в квартиру и чувствуешь себя уютно. Кто скажет, а где батареи, Макс, где батареи? Ребята, здесь везде теплые полы. Я зашел здесь хорошо и комфортно, так же, как у меня дома. Есть индивидуальный газовый котел, и вот у нас от него водяные теплые полы, ребята. Поэтому, поэтому квартира хорошая. Кстати, здесь есть кладовка, ключей нет, небольшая кладовочка есть, ну, и там всякое барахло лежит. Это барахло не нужно тем, кто снимает жилье, поэтому оно закрыто. И, в принципе, правильно сделано. Там можно хранить лыжи, сноуборд, зимнюю резину, если вдруг кто будет кататься в Краснодар, либо еще что-нибудь. В общем, хорошо. И там даже, видите, сделали туда вентиляцию. В общем, все сделали продуманно, что сильно, сильно радует. Итак, цена, ребят, цена 9 миллионов 200 тысяч, 200 тысяч близок кладовый метр. Кто-то скажет, дорого, да, ребят, без проблем, тогда покупайте жилой комплекс Монте-Кристо по 200 тысяч близок кладовый метр, аналогичный этаж, только в черном варианте. Берите Санентопарк по 200 тысяч близок кладовый метр за аналогичный этаж, берите Рич Хаус 3 за аналогичный этаж. Все эти жилые комплексы будут иметь такой же статус квартиры, как и здесь. Конечно, объекты построены не по федеральному, закон 1014, это просто у нас был дом, который был, соответственно, узаконен, был введен по суду. Но в целом, проверил документы, нормально все. Такую квартиру даже можно купить в ипотеку, ипотека Сбербанк, ВТБ банк, в принципе, без проблем проходит. Ну, на этом, наверное, все. Еще раз давайте покажу. Вот у нас входная группа, здесь же мы имеем шкаф, здесь же мы имеем с вами второй шкаф, здесь мы имеем спальное место для гостей, здесь мы имеем с вами хозяйскую спальню, тут же у нас кухня, гостиная нормальная, притом мне лично она нравится, и вот здесь у нас, в принципе, такой нестесненный, нестесненный санузел, нормально, себя здесь тоже чувствую довольно комфортно. Ну что, встаем в очередь. На теперь, ребята, всем пока, спасибо за просмотр, и это Адлер, это у нас улица Станиславского, Станиславского 11. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok